Когда перед тобой такой соперник, как ЦСКА, ты всегда предельно заряжен, предельно мотивирован и всегда хочешь показать свою лучшую игру. И что немаловажно, я думаю, что никто из наших игроков не перегорел, все делали с горячим сердцем и холодной головой, это не может не радовать. Одна из немногих игр в году, куда ЦСКА отправляется на автобусе и каждый раз армейца встречает переполненная арена. Триумф, несмотря на разницу в классе соперников, намерен показать лучший баскетбол в сезоне. В таком противостояние дополнительной мотивации не требуется. Вот и сейчас команда Василия Карасева бодро стартовала, повела в счете и получила мастер-класс от Виталия Фридзона. 12 очков подряд от защитника сборной России вывели красно-синих вперед. Видеосправка прилагается. Джексон Лампарго, Фридзон открылся в углу. Ох ты, какой мячик забил. Но это место на площадке Виталия Фридзона. Опять Фридзон, великолепный зашаг Виталий Фридзон делает. И пусть интрига сохранялась практически до финальной сирены, Кайл Хайнс свое обещание выполнил. Что касается будущих данков, надеюсь, мне удастся оказаться одному в быстром отрыве. Тогда я мощно сплачу сверху, чтобы завести трибуны и порадовать фанатов. И порадовал своими данками люберецкую публику. Кайл Хайнс бьет сверху и вновь плюс пять преимущество ЦСКА. Ох, какая передача Аарона Джексона. И вновь проверяет на прочность щит во дворце спорта триумент Кайл Хайнс. Василий Карасев помогал своей команде держать удар. И на каждый выпад красно-синих находился достойный ответ. И только в самой концовке Уимс и Хайнс в четыре руки организовали 7 очков преимущества, остановив затяжную погоню. Только на последних секундах разница в счете стала двухзначной – 59-69. Триумф уступил чемпиона, но ушел с поднятой головой. Триумф на самом деле сильный клуб и хорошая команда. Много отличных ребят бегут замечательно, быстрый баскетбол играют. Сегодня много забили из-под кольца, с проходов. И где-то с фолами даже забивали ребят триумфа. И поэтому мы в свою очередь пытались трехочковыми догнать. И где-то мазали. И я думаю, из-за этого такая игра получилась напряженная. Никто не ждал, что мы выиграем этот матч. А мы по-настоящему боролись за победу. И это самое главное. Выходить на паркет против ЦСКА – это вызов для любого баскетболиста. И, как я уже сказал, мы выкладывались с первой до последней минуты. Но разница в классе все-таки дала о себе знать в заключительной четверти.